Всем привет! Меня зовут Анна. И хоть я и работаю фронт-энд-разработчиком, про его скрипты я тоже пишу, но почему так сложилось, не знаю, исторически, что доклады у меня такие на темы, связанные с разработкой, но не напрямую. Кто я про адаптивный дизайн рассказываю, попросила сегодня вот про единицы измерения. Но я надеюсь, что будет не скучно, и доклад вас немного развлечет и подготовит к серьезному интересному докладу. Доклад обзорный про единицы измерения длины и расстояния. Но в спецификации CSS много различных единиц измерения. Есть числовые, процентные, другие единицы измерения, в которые входят, например, радиамин. Я буду рассказывать только о том, что связано с длиной и расстоянием. Ну, они называются английским языком «Lens Units». Как следует из названия доклада, я хочу рассказать, что помимо пикселя есть много других хороших и полезных единиц, о которых желательно знать. Ну, начнем. В своей работе мы используем единицы измерения постоянно. С помощью них мы задаем размеры блоков, отступы, размеры шрифтов, межстрочные, межбукленные расстояния. И, возможно, иногда мы задумываемся, почему мы используем именно эти единицы, почему мы их выбрали, используем ли мы их по назначению, можно ли их заменить на какие-то другие. Вот на эти вопросы я попытаюсь ответить, расскажу немного интересной истории про, в общем-то, сами единицы измерения и дам какие-то рекомендации, что и как лучше использовать. Ну, во времена своего восстановления ВЕП заимствовал очень много стипографий. В общем-то, и единицы измерения тоже очень многие перешли оттуда. В спецификации их принято, ну как, не принято, в общем, разделили их на две категории, абсолютные и относительные. Вот в таком порядке я и буду их рассматривать. Начнем с самых простых и понятных. Сантиметр. Ну, все знают, что есть такая международная система единицы сил, и есть такое талонное единице измерения для расстояния метр. Сколько это метр? Ну, если мне не изменяет память, это расстояние, которое проходит свет в вакууме, за примерно одну трехсот миллионную долю секунды. Вот, в общем, как-то так. А сантиметр — это одна сотая его часть. И мы сантиметр этот используем с детства, наверное. У кого-то была такая линейка, и мы, в общем-то, все этой линейкой мерили. Ну, в общем, это сантиметр, что-то о нем еще расскажешь. Миллиметр. Одна десятая часть сантиметра. Тоже, в общем-то, все понятно. А это миллиметровая бумага. Ну, что-то похожее на нее. Думаю, кто-то из вас использовал ее в институте, например, чтобы чертить чертежи. Помните такую маленькую клеточку, вот этот миллиметр? Вот, просто держите его в уме, и я остальные единицы измерения буду переводить в миллиметры, чтобы было понятно, сколько же это в реальной жизни. Дюйм. Дюйм составляет в некотором роде конкуренцию сантиметру. В международной системе единиц Си его нет, это как бы нестандартная единица. И международная организация законодательной метрологии очень хочет его изъять из обращения. Но тут есть проблемы. Ряд стран не принял Си в качестве основной системы единиц, и в эти страны входит Либерия, Лемма и США. Ну, поскольку США, то понятно, что с Дюймом нам еще предстоит сталкиваться довольно долго. Ну, Дюйм, в общем-то, очень интересная единица измерения, у него очень богатая история. У различных стран был свой Дюйм, все они немножко отличались. Вот, засветился Дюйм в словаре «Дали». Это ширина большого перста, как там написано. Ну, русским языком ширина большого пальца. Ну, если точно, то ширина большого пальца взрослого человека. Ну, у меня палец немножко не дотягивает. Вот. В CSS, как и сейчас, в общем-то, в мире, используется английский Дюйм, который равен 2,54 см или 25,4 мм. Следующая единица измерения — пункт. У пункта очень богатая история и длинная. Впервые он появился примерно в 18 веке. Французский типограф Фурнье решил ввести для измерения размера шрифта такую единицу, как типографский пункт. Разрабатывал вот такую джекалу. Но ее недостаток был в том, что она печаталась на бумаге, и в различных трудах Фурнье она могла немного отличаться. И, собственно, эта система не прижилась. Но другой французский типограф Дидо спустя какое-то время ее доработал, усовершенствовал, и она начала использоваться широко, в общем-то, в Европе. Но параллельно с этим американцы разработали свою систему измерения, в которой тоже был пункт. И он отличался от пункта Дидо. И это длилось довольно долго. В Советском Союзе тоже пытались ввести свой типографский пункт, тоже немножко другого размера. Но конец этому всему настал, когда Adobe выпустил постскрипт и стандартизировал пункт, и привел его к 1,72 части длина. И сейчас в дизайнерских программах используется типографский пункт, ну, у нас еще он звали Point, в общем-то, английское слово Point. И он равен 0,35 мм. Следующая единица измерения пика, в общем-то, тоже из типографии. И появилась примерно в то же время, когда Дидо стандартизировал пункт. И до этого использовалась такая единица измерения, как Цицеро, которая равнялась шрифту 12-го размера, ну, потому что в трудах Цицерона впервые использовался этот шрифт. И когда пункт стандартизировали, Дидо ввел другую единицу измерения пика, которая, в общем-то, описывала шрифт 12-го размера. Ну, надо сказать, что в американской системе пику приравняли к некой части джима, а уже от нее, получается, пункт получил значение, как и на 12-я часть пики. Ну, в CSS пика тоже равна 12 пунктам, либо одной шрифтой части джима. Ну, а в миллиметрах это примерно 4,23. Так, сейчас я немножко передохну. И лирическое отступление. Понятно, что единицы измерения, пришедшие из типографии, там себя хорошо зарекомендовали. И в спецификации CSS эти единицы измерения рекомендуется использовать, когда мы точно знаем размер устройства вывода. И когда мы печатаем что-то на бумаге, то понятно, что сантиметр будет сантиметром. Но для мониторов нужно искать какие-то более гибкие единицы измерения. Хотя я не рассказала об еще одной единице измерения, которая относится к абсолютной спортификации CSS. Это, конечно же, пиксель. Пиксель был впервые упомянут еще примерно в 19 веке, ну, это слово. Но суть его с тех пор практически не поменялась. Пиксель — наименьшая единица изображения. В нашем случае это, конечно же, цифровое изображение. Если очень-очень близко, ну, сейчас не поможет очень близко присмотреться к монитору, но если взять лупу, я думаю, что получится рассмотреть вот эти вот разноцветные квадратики. Есть такое понятие пиксель-арт. Это когда из цветных квадратиков создаются картинки. Вот. И с первой спецификации CSS пиксель относился к фатологии, к относительным единицам измерения. И, в общем-то, это было отчасти верно, потому что один CSS пиксель точно соответствовал одному пикселю на мониторе. И напрямую от него зависел, ну, именно его размер физически. Но времена менялись, мониторы менялись, и уже во второй спецификации пиксель перенесли в абсолютные единицы. А раз его перенесли в абсолютные единицы измерения, значит, ему нужно было дать какой-то размер. И его приравняли к 1,96 части дюйма. Почему получилось такое значение? На тот момент уже в некотором роде отталонном разрешении монитора было 96 ppi. То есть 96 пикселей на дюйму. Но с этим вот разрешением тоже была своя история. Например, у Apple мониторы были 72 ppi. Как вы помните, 1,72 часть дюйма — это типографский пункт. Вот. И была некая война между Apple и Microsoft. Но Microsoft победил, и поэтому разрешение 96 ppi осталось, в общем-то, эталонным. И многие программы разрабатывались с учетом именно этого разрешения. Так пиксель получил свой размер. Это 0,26 мм. Но помимо этого размера в CSS появилась еще сноска. И было дано определение референсному пикселю. Референсный пиксель — это визуальный угол, под которым человек видит, собственно, этот пиксель размером 1,96 часть дюйма на мониторе. Но есть условия. Человек должен находиться на расстоянии вытянутой узки. Видите, кстати, опять дюйма. Вытянутая рука среднестатистическая — это 28 дюймов. Ну, вот тут у меня, в общем-то, совпадает. Такой размер. Вот. Из этого следует, что размер пикселя стал зависеть от того расстояния, на котором находится зритель. То есть, ну, как бы, на мониторе мы смотрим с расстояния вытянутой руки, а когда мы держим смартфон, мы смотрим на него с меньшего расстояния. И поэтому пиксель на устройстве должен подстраиваться под расстояние, с которого пользователь теоретически будет пользоваться этим устройством. То есть, чем ближе находится экран, тем, собственно, меньше пиксель. Чем дальше, тем больше. Допустим, какие-то рекламные биллборды, там пиксель, конечно, будет больше. И, как вы видите, вот эта вот, ну, это синяя, на самом деле. Синяя фигура — это не что иное, как треугольник. И раз реферитный пиксель — это визуальный угол, то его можно вычислить, зная высоту и основание. И получается такая вот формула. С помощью нее английский разработчик Шон Палмер сделал несколько любопытных открытий. Например, если смотреть на реферитную башню с христиани Эмили, то ее высота будет 550 с половиной пикселей. А когда вы создаете элемент и создаете ему размеры 24 пикселя, то у вас получается что-то почти равное Луне. Ну, конечно же, имеется в виду тот размер Луны, какой мы ее видим, находясь на Земле. Скрипты просятся в мой доклад просто. Нет, не будет скриптов. Где же ты с докладом? Ну, а там закрылся. Ну, а теперь представим, что у нас есть два монитора — синий и красный. Ну, практически матрица. И мы вывели блок, задав ему в CSS размеры 2х2 пикселя и смотрим на каждом из мониторов. Очень-очень близко, чтобы просмотреть все в подробностях. И у нас есть растровое изображение, тоже размера 2х2. Пиксель в растровом изображении еще называют битмап-пикселем. Итак, у нас есть изображение из 4 битмап-пикселей равного цвета. И мы его помещаем в блок и смотрим, что получается. На синем мониторе каждый битмап-пиксель отобразился одним аппаратным пикселем монитора. И, собственно, того же цвета. А на красном мониторе каждый битмап-пиксель превратился в 4 пикселя соответствующего цвета. И в итоге у нас получилось 16 аппаратных пикселей. Возьмем картинку побольше — 4х4. Из 16 битмап-пикселей разных цветов. И будем вводить ее в тот же самый блок. Для того, чтобы вывести картинку 4х4 в блок 2х2, ее, естественно, нужно уменьшить в два раза. На синем мониторе каждые 4 битмап-пикселя преобразуются в один пиксель усредненного цвета и отобразятся, соответственно, четырьмя аппаратными пикселями. А на красном мониторе каждый битмап-пиксель картинки отобразится одним аппаратным пикселем монитора с сохранением цвета. То есть блок всего 2х2 пикселя, но изображение фактически 4х4 в пиксель, как и было в оригинале. Красный монитор — это монитор с удвоенной плотностью пикселей. И, как вы догадались, это то, что называют термином ретина. Сейчас появляется все больше устройств с плотностью пикселя, больше единицы. И хочу вас обрадовать, новая ретина будет уже с управленной плотностью пикселей. Но, к счастью, у нас есть возможность определять такие устройства с помощью проверки 2-спикселей ratio в медиа-выражении. Вот, например, для ретины можно использовать такое медиа-выражение, но это свойство еще нужно использовать с олендерным префиксом, поэтому и в кит. Я, когда рассказывала эти предыдущие несколько слайдов, я использовала TSS-пиксель, аппаратный пиксель, битмак-пиксель. Ну, в общем, у всех этих терминов, кроме слой пиксель, ничего общего, можно сказать, нет. Из этого следует что? Помните миллиметровую бумагу, которую я попросила вас вспомнить? Ну, теперь ее можно выбросить. Потому что с тех пор, как пиксель стал абсолютным и получил свой размер, все остальные единицы измерения в CSS, абсолютные, стали, в общем-то, в некотором роде от него зависимыми. И если провести несколько простых тестов, то можно обнаружить, что 1 дюйм в CSS — это 96 пикселей, а 1 сантиметр — это примерно 38. И с реальными они ничего общего не имеют. А если учесть еще, что пользователь может изменить зум на экране, то у нас появится еще измененный пиксель. В общем, пиксели — это оба родни. И поэтому с ними нужно быть аккуратнее. И при их использовании нужно понимать, что они могут оказаться на самом деле не такими, какими дизайнер просил их, собственно, в своей макете отобразить. Что же делать с этим нестабильным миром? Рассмотрим относительно единицы измерения, и, может быть, это поможет нам ответить на вопрос. Начну я с процента. В спецификации CSS процент не относится к единицам измерения длинные расстояния, но по механике он, в общем-то, похож. Да и в докладах про единицы измерения его часто ставят почему-то именно про раздел относительно единицы измерения. Поэтому я тоже решила его упомянуть. Мы процент в реальной жизни используем довольно часто. Например, смотрим заряд батарей. Кто считает, что батарея наполовину пустая? Значит, все оптимисты. Хорошо. Процент можно использовать для того, чтобы задавать размеры элементов отступа, размер шрифтов, ну, в общем, практически для всего. Но есть один нюанс, о котором стоит помнить. К примеру, мы для синего блока, ну, это синий, честно, задаем отступы 20%. И что мы ожидаем от этого правила? Мы ожидаем, что левый и правый отступы блока будут 20% от ширины родительского элемента, а верхний и нижний 20% от высоты, соответственно. Но когда мы начинаем изменять высоту родительского блока, я соврала, тут есть транзичные... В общем, когда мы начинаем изменять высоту родительского блока, то отступы не меняются, ни те, ни другие. А когда мы начинаем изменять ширину, то меняются все отступы сразу. То есть вертикальные отступы зависят не от высоты родительского элемента, а от ширины его также. Это сделано неспроста, потому что если бы верхние и нижние отступы зависели от высоты родительского элемента, то расчет этих отступов вызывал бы пересчет высоты и новый расчет этих отступов, и получился бы бесконечный цикл. Поэтому разработчики это сделали не зря, и помните об этом. Зато эту особенность можно использовать для того, чтобы создавать пропорциональные блоки. Например, блок с высотой 60% от ширины. Так что можно это тоже использовать в своих интересах. Ну а теперь к относительным единицам измерения. EX. В типографии тоже используется. Это термин X-Height. То есть высота маленького глифа X в шрифте. Как видите, она может быть разной в зависимости от шрифта. Но в нашем случае она может быть разной еще в зависимости от браузера. К примеру, у шрифта глиф X это 45% от высоты шрифта. И если мы используем шрифт 10 пикселей, то в каком-то браузере X может оказаться равным 4,5 пикселей. В общем-то, как и должно быть. А в каком-то браузере 4. А еще в каком-то 5. Все зависит от того, как округляются пиксели, округляются ли они вообще. Ну а в интернет-эксплорере X всегда равен половине высоты шрифта, неизвесимо от того, какой глиф X на самом деле. Так что с этой единицей измерения стоит быть аккуратнее и использовать ее только, когда вы понимаете, чего вы от нее ждете. Следующая единица измерения CH это ширина глифа 0, которая также может быть разная в разном шрифте. Если нет глифа 0, то используется символ с такими нюхом. Ну, где об этом настоятельно упоминают. Ну, кстати, да, интересная особенность этой величины CH, что для ширины шрифтов все символы имеют ширину 1CH. Можно это как-то использовать. Но тут, опять же, проблема в интернет-эксплорере. Microsoft наотрез отказывается использовать эту величину, и она, в общем-то, не равна ширине глифа 0, она вообще неизвестно, почему равна. Поддерживать ли это единицей измерения можно проверить очень просто. Если вывести 10 нулей и вывести блок шириной 10CH, они должны быть равны. Но в интернет-эксплорере это не так. Так что с этой единицей измерения пока можно попрощаться. Самое популярное из относительных единиц измерения это ЕМ. В типографии тоже используется термин. Есть понятие ЕМ-сквэр. Некое поле из 1000 или 2048 юнитов, на котором формируется, собственно, глиф. Бытует ошибочное мнение, что ЕМ равен ширине глифа большой буквы М. Но это не так. Сейчас есть очень много шрифтов, у которых большая буква М по ширине гораздо меньше, чем этот квадрат. Да и вообще пропорции глифа зависят только от фантазии шрифтового дизайнера. Бывают шрифты очень предсказуемые. Ну а в CSS ЕМ это размер шрифта родительского элемента. И тут я хочу сказать очень простой пример. Допустим, у нас на странице есть блок. И его размер шрифта задан 1 ЕМ. Это первый блок. И больше размер шрифта нигде не задан. По умолчанию, размер шрифта в HTML это 16 пикселей. Значит, у этого блока размер шрифта 16 пикселей. Добавляем в него еще один блок и задаем ему размер шрифта 2 ЕМ. Он будет сколько? 2 умножить на 16, 32. И теперь добавляем еще один блок с размером шрифта 1,5 ЕМ. Поскольку его 1 ЕМ унаследован от родительского блока, то он равен 32, и умножить на 1,5 получается 48. Возьмем теперь еще один блок с адским размером шрифта 666 тысячных ЕМ. И возьмем зеленый блок и поместим его также в этот новый блок. И мы увидим, что несмотря на то, что это те же 1,5 ЕМ, но сейчас его размер шрифта равен общему родительскому блоку 16 пикселям. Такие вот чудеса математики. Поэтому, когда вы используете ЕМ для задания размеров элементов, то с переносимостью блоков стоит быть аккуратнее. Нужно контролировать размер шрифта родителя. Из-за такой особенности для ЕМ используются разного рода калькуляторы. Некоторые даже прямо на столе держат обычный калькулятор. Я видела. Но я хочу вам рассказать о таком простом калькуляторе с очень легко вспоминающимся ОРМом. ПИКСКОЕМ. Там можно задавать размер шрифта для родительского элемента и получать комбинацию ЕМ для всех возможных размеров. И еще одна полезная особенность ЕМ это возможность задавать вертикальный ритр. Если вы хотите на тексте в сайте добиться такой типографской точности, чтобы все текстовые строки имели одну высоту, независимо от размера шрифта, то это можно легко сделать с использованием лайн-хит в ЕМах. Например, на этом сайте, ну и есть еще много других, можно задать желаемый размер высоты строки и для всех возможных размеров шрифтов получить в ЕМах необходимый лайн-хит и добиться желаемой цели. Еще одна полезная особенность ЕМ я хочу продемонстрировать на этом примере. Например, мы находимся на сайте Листпад и читаем эти чудесные колонки. И вдруг нам показалось, что как-то очень мелкое, и мы хотим рассмотреть поподробнее. Мы увеличиваем сумму на 25%. Что мы от этого ожидаем? Мы считаем, что размер шрифта увеличился на 25%, но поскольку ширина окна не менялась, колонки сохранили свою ширину. В общем-то, такой текст читать не очень удобно. Помните про такое правило, что для удобного чтения в строке текста должно быть не менее 60 символов. Но, кстати, Листпад произойдет совсем другое. Колонки перестроятся. И теперь этот текст удобнее читать. А происходит это потому, что там используются медиавыражения с ЕМами. То есть, несмотря на то, что ширина окна не поменялась, поменялся размер шрифта в HTML за счет зума. И сработали медиавыражения в ЕМах. Это очень хорошая практика для азывчивого дизайна, и ее рекомендуется использовать. Но есть одно но. В медиавыражениях один ЕМ всегда равен размеру шрифта по умолчанию 16 пикселей. И даже если его менять в HTML, все равно в медиавыражениях ЕМ останется теми же 16 пикселями. Это тоже сделано неспроста, потому что если бы размер шрифта в HTML использовался, ну, реально установлено, то можно было бы поменять в медиавыражение размер шрифта в HTML, и, в общем-то, опять получился бы бесконечный цикл. Поэтому нужно помнить о том, что один ЕМ — это всегда 16 пикселей. Но использовать все равно, как бы, крайне рекомендуется. Следующая единица измерения РЕМ или РУ-ЕМ — это размер шрифта корневого элемента. В нашем случае это HTML. И, как я уже говорила, это по умолчанию 16 пикселей. Но можно задать вот такое правило. Размер шрифта в HTML — 62,5%. И тогда один РЕМ у нас будет равен 10 пикселям. И таким образом очень легко перевести сайт из пикселя на РЕМ. Достаточно просто все делить на 10. И рассмотрю, опять же, пример, который использовался для ЕМа. Блок 1 РЕМ с размер шрифта 1 РЕМ — это 16 пикселей. В нем блок с размер шрифта 2 РЕМ — это тоже 32 пикселя. А блок 1,5 РЕМ, помещенный в этот блок, теперь будет иметь размер шрифта 24, потому что РЕМ берется от корневого общего элемента HTML. Если взять снова этот адский блок и перенести туда теперь блок с размером шрифта 1,5 РЕМ, то независимо от родителя, размер шрифта у этих блоков будет одинаков. Поэтому, когда вы используете размеры по РЕМах, то с переносимостью блоков все хорошо и можно спокойно использовать. РЕМ также можно использовать в медиавыражениях, но для него действует то же правило, что и для ЕМов. Он всегда равен 16 пикселям. Поэтому, что использовать, ЕМ или РЕМ, это вопрос лишних предпочтений. Ну и ЕМ, по крайней мере, короче. Наденьте его. Код меньше. Есть, конечно, и ограничения по использованию РЕМ. Тренд эксплорили, как вы догадались. И, к сожалению, в версиях выше 8. Вот такое вот замечательное правило, так называемый фонд Shorthand в РЕМах, в девятке и десятке не работает. Но можно использовать развернутый вариант, отдельно задавая фонса, силан хейт в РЕМах, и тогда все будет работать. Если вы используете при процессоре, а вы же используете при процессоре, то не составит никакого труда развернуть этот Shorthand в отдельные записи. И не работает line-хейт для псевдоэлементов в РЕМах в одиннадцатом интернет-эксплоре. Однако это не повод не использовать РЕМ. И целая подборка единиц измерений VW, VH, Vmin, Vmax. И в данном случае не Vendetta, а Vport. VW — один процент от ширины вьюпорта, VH — один процент от высоты, Vmin — минимальная визит в значении, Vmax — максимальная. И это очень хорошие единицы измерений, я еще называю вьюпорт единицы для завчевого дизайна. Покажу такой простой пример с сайта CSS Tricks. Если в заголовке задать размер шрифта 20 VW, то есть 20% от ширины вьюпорта, и потом начать изменять ширину окна, то размер шрифта пропорционально меняется. Очень отзывчиво. Поддержка вьюпорта единиц в общем-то неплоха. Практически везде. Есть нюансы с Vmin и Vmax, и не работает даже в хороших браузерах задание вьюпорта единицах теней, бордеров, межколоночных расстояний, колумн-гэпс, и в транзишнах тоже не работает. Но в общем и целом можно использовать эти единицы измерения, они очень гибкие и отзывчивые. Это все единицы измерения длины и расстояния на сегодняшний день в спецификации, и возникает вопрос, что же выбрать. Если исследовать рекомендациям V3C, то все зависит от того, где будет вводиться ваше творение. Если оно будет вводиться на экране, то это, конечно, ЕМ и РМ, пиксели и проценты. С EX, я уже говорила, есть нюансы. И крайне не рекомендуйте использовать все абсолютно единицы измерения, ну не считая пикселей, конечно, потому что, как я уже говорила, сантиметр — это не тот сантиметр, который вы ждете. Ну а если ваше творение будет печататься, то можно использовать практически все, но только пиксели и X крайне осторожно. От себя хочу добавить, что веб меняется, и меняются устройства, с которыми можно просматривать сайты. Меняется их разрешение, меняется их плотность пикселей, и поэтому нужно стремиться делать все-таки отзывчивые сайты. Вот Kindle здесь в примере тоже неспроста. У Kindle, например, нет того рефересного пикселя, о котором написано в спецификации. В Kindle пиксель — это всегда аппаратный пиксель. И поэтому, если вы выводите один и тот же сайт на обычных планшетах, к примеру, и на Kindle, то на Kindle он будет, если он у вас в пикселях, то он будет выглядеть, ну, как бы с более мелким масштабом. Поэтому тут все-таки нужно использовать какие-то более гибкие единицы. Вот. И если вы используете пиксель, то просто давайте себе отчет в том, какие у него могут быть нюансы и ограничения на разных устройствах. Ну, а привязываться к размеру шифта, наверное, это все-таки более гибкий вариант, потому что и при Zoom-е сайт при этом не страдает. И можно, как я уже говорила, использовать медиавыражения. Есть еще сейчас тоже новое веяние, чтобы в медиавыражениях использовать не привычные нам 320, там, 168, 1024 пикселя, а использовать те же емы, но которые будут реагировать на ваш макет. То есть вы знаете, что у вас есть колонка текста, и вы примерно представляете, сколько это в емах, если текст, чтобы в тексте было 60 пикселей. Используйте это в медиавыражении и перестраивайте макет именно в зависимости от удобства чтения на разной ширине экрана. Вот. В общем, как-то так. Надеюсь, я вас понял, пробил, если таковые были, ну, и, по крайней мере, вам не было скучно. Я единственной измерения очень рада, что вы теперь знаете о них немножко больше и будете использовать их по назначению для создания хороших сайтов. Спасибо за внимание. На всех устройствах 16 пикселей ем? Сейчас, да. То есть и на ретине, и на... Да, да, 16 пикселей сейчас. Если пользователь в браузере выставит свой враг на шрифта, никак не влияет. 16 пикселей просто не влияет. Нет, влияет. Но по умолчанию 16 пикселей. Просто, отталкиваясь от размера шрифта по умолчанию, можно как бы задавать стопроцентный, грубо говоря, масштаб сайта. Вот. И если все остальное будет зависеть от размера шрифта, то оно будет также плавно изменяться при изменении размера шрифта. В данном случае ем очень хорош для пропорциональности. То есть, когда будет изменяться, ну, или пользователь меняет размер шрифта, или меняется зум, то, в общем-то, блок, содержащий те же картинки и видео, тоже будет растягиваться. Но картинка-то не будет растягиваться, у нее будет задано на максимум 20 пикселей, например, на 320. А как же flexible images... А вот, как бы, их же надо тогда подгружать, если пользователь просто как вам брал путь, нажимает, чтобы увеличить зум, или изменит шрифта. Да, надо будет много вопросов или как раз, если кто узнал. А вы поддерживаете ретину? Вы загружаете изображение двойного размера? Да, мы поддерживаем ретину и двойного размера изображения. Ну, вот, в данном случае можно и для зума использовать этот же вариант. Вот они боятся пенсию, потому что он сам виноват только в зуме. Вообще, да, нет. Я не знаю, какие у вас картинки, ты же говорила, что показывало только то, что можно приличным людям. Может быть, они с помощью зума пытаются что-то на картинке рассмотреть. Да, и ты хочешь им все испортить. Вообще, какой смысл сейчас использовать ЕМ, если есть ретина? Ну, просто у ЕМ есть очевидные недостатки, которые лично меня всегда останавливали от того, чтобы на него переходить окончательно. А вот у ЕМов я, точно, недостатков уже и не имею. Ну, в общем, это правильный вопрос. И действительно, если можно использовать ЕМ, то нужно использовать ЕМ. ЕМ хорош в каких-то очень локальных простых примерах, например, лайн-хейт, когда, в общем-то, больше дочерних элементов не будет, и тогда можно использовать ЕМ. А если это размеры блоков, тем более вложенных блоков, то, конечно, РЕМ лучше. И сейчас, если не нужно поддерживать интернет-экспорер 8, то вообще никаких причин нет использовать ЕМ вместо РЕМ. А может, у вас слайд, где РЕМ и фонд-стайл там будут? Нет, вперед. Переечисли. Здесь надо немножко уточнить, потому что РЕМ это введено в CSS3, если я здесь не ошибаюсь, и Е там, меньше для этой версии, он просто воспринимать не будет. И для этого нужно писать еще фоллбэк в виде второго стиля фонд-стайл. Я приводила пример для 9-го и 10-го. Ну да, я говорю, что пораньше, да. То есть нужно еще раз фонд-сайз писать, и сам уже указывать. Если вы используете припроцессор. Ты, короче, смотри, пиши как сверху, а снизу фонд-сайз и лайт-гейт еще один. Используй припроцессор. Ну да? Они определяют браузер, да, и переделывают припроцессор. Припроцессор это пытается. Нет, правда, мне нужно было перевести очень быстро сайт на РЕМ, это вообще просто. Это случайность, что в фотошопе один пункт равен примерно 1 пикселю? Нет, не случайность. И он не примерно равен. Один пункт – это 1,72, часть дюйма, а один пиксель вот приравняли к 1,96. Как я уже и говорила, что ояплоговые мониторы 72 ppi, в общем-то они, ну, это было выбрано неспроста, потому что для печати как раз, в общем-то, этот один пиксель соответствовал, в общем, пикселю на печати. 96 ppi победил, и поэтому пиксель 1,96. Ну и плюс пункт, пункт или поинт для фотошопа, это, как я уже говорила, типографский пункт, который, у которого была долгая история, но в итоге вот его приравняли к 1,72, второй части дюйма, и теперь все перешли на такой пункт. А фотошоп, в общем-то, это программа не для верстки, а скорее для создания того, что печатается, поэтому там эти правила работают, то есть пункт или поинт вместо пикселя, который в CSS. Ну, примерно то, что на печати было похоже на то, что... Ну, вот это, я просто, когда готова к докладу, иногда натыкалась на очень забавные старые статьи, там, какого-то года 2005-го, когда дизайнеры обсуждали CSS и введение вообще всех этих единиц измерения, когда они говорили, они сделали пиксель... Нет, они... Наш поинт равен 0,75 пиксель. В общем, они очень долго сопротивлялись этим странным несоответствием, то есть казалось, пункты пикселя должны быть равны, но получилось не так. больше вопросов нет. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Восторг могу вспомнить... Восторг 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Опять в космос... С Машинами... Убежала! Спасибо. Спасибо.